На самом деле я четко понимаю, что в стране такой, с таким потенциалом, не имеет собственного производства вакцин. Ну это безумие просто. Тем более есть же готовые технологии. Для того, чтобы закупить вакцину, например, там АКДС, ну Пентоксин или Инпабрис, его же надо заказать за 5 лет вперед. Его же не бывает, вакцина же, это же не кирпичи, его не наколотишь. Это технология производства, это надо заранее заказать, а как в нашей стране? А в нашей стране такого же вообще нет. Чтобы вакцину купить недорого, их планируют и заказывают на 5-10 лет вперед. Тогда фирма вам будет забронирована вот эта вот линия. А если у нас, а у нас же такого нет вообще, у нас же бюджет каждый год. То есть мы получили, нам дали деньги, мы заказали вакцину, то есть мы уже ее покупаем. Это дороже. Дети непривитые не идут в школу. Более того, возле непривитых детей собираются толпа юристов, полицейских. И вы все говорите, где они взялись? Что это за родители? Кто их не привил и так далее, и так далее. Поэтому общество должно бороться не с вакцинацией, а за вакцинацию. Но за какую вакцинацию? С информированными родителями, да? В адекватных условиях, качественными вакцинами. Родители, которые имеют понятие, как действовать до вакцинации, что делать после вакцинации. Вот это надо людей научить. Правильная информационная политика, средства массовой информации, меняет национальное сознание в любую сторону, которая нужна правителям. Понимаете? Поэтому я могу сказать одно, что при правильной воспитательной работе мы будем делать все широко. Главное, у кого в руках, это правильная воспитательная работа и средства массовой информации. Вопросы ваших, тут вытекает еще один вопрос. Вреду с вашей признанной славой у вас появилась еще и собственная проблема, связанная именно с вашим именем. Это продажа всевозможных... Лекарства по его именем. Да, да. Со ссылкой на фотографии ваших... Да я уже... Лекарства. По этому поводу... По этому поводу я могу сказать, ну, наверное, 20 обращений в прокуратуру, в киберполицию. Всем это нахрен не надо.